Значит, ребята, я вас всех поздравляю с тем, что у меня сегодня прекрасный день. Во-первых, я сходил к психологу, я не спросил там, что по поводу избивания женщин, да? Вот, но когда-нибудь, наверное, спрошу, если будет время. Я сегодня пришел к психологу, и представляете, все мои проблемы, все мои волнения решились за 5 минут. И мои вопросы какие-то, мои волнения, связанные с спецопрессион, они уложились в 5 минут, потому что, ну, я уже как бы по этому поводу, ну, особо не волнуюсь. Надежда, говорю, появилась, да, вот это вот чувство, которое у меня появилось уже больше, чем неделю назад, что все будет хорошо, вот оно к этому как-то ведет, ведет, что все будет хорошо. Правда, сейчас, возможно, не все так хорошо, как я бы прям хотел, но все будет хорошо. Плюс я еще увидел заявление от какого-то из российских СМИ, от какого-то российского, там, чиновника, то, что перемиры, если в ближайшее время наступят, то в течение одной-двух недель. Потом я посмотрел украинские СМИ, ну, потому что я сравниваю все, правда, на мове не особо понимаю. Ну, вот, короче, они тоже говорят, то, что если все быстро решится, то все решится за одну-за две недели. Блядь, как же охуенно, наконец-то, вот это вот все закончится, короче, реально воодушевление, да, воодушевление на подъеме, что, ну, вот. Да, блядь, выключите эти смайлики, ебаные, блядь, я тут душу, сука, изливаю, и кто-то эти ебучие смайлики, блядь, включает. Короче, ребята, я надеюсь, все будет хорошо, надеюсь, вот эти вот счастливые времена наступят, да, хорошо. Только вот я бы хотел, чтобы что-то стало лучше, чтобы чему-то все научились, да, сделали какие-то выводы, а не просто, типа, а, ну, мы, короче, не воем. Я хочу, чтобы что-то лучше стало, чтобы это было, ну, реально с какими-то выводами. Короче, я очень рад, когда читаю вот последние новости, да, вот. А еще я прочитал новость, то, что та вот женщина, которая с плакатом выбежала, получила штраф 30 тысяч рублей, блядь. Не, это реально чудо какое-то, чудо из чудес, она, неужели, реально, то есть 30 тысяч рублей, вот это, ну, я думал, ну, я думал гораздо больше. Я думал, не больше, больше пиздюлей, так сказать, я думал, получится. Вот, плюс еще, Ютуб сегодня смотрел новости, про Ютуб ничего не нашел, может быть, они были, но я ничего не нашел. Никто сегодня ничего не сказал про Ютуб, я вообще в ахуе, блядь. Вот, а еще одно этот прикол был, сегодня Соня приходит, говорит, Кирилл, тот, короче, тот баг, который ты оплатил, ну, этот, ну, знаете, вот, сокращенно, Владимир Путин нравится. Вот, вот, у меня Владимир Путин нравится, вот, короче, что-то перестало работать, что-то Владимир Путин нравится, перестал работать, вот, и Соня говорит, тоже мне жалуется, но я ей тоже установил, как бы, это приложение, что Владимир Путин нравится, чтобы, если вдруг какие-то, да, вопросы возникнут, мы сразу скажем, Владимир Путин нравится, там все дела. Соня говорит, не работает, не работает, ВКонтакте захожу, не работает, а я думаю, да в чем же дело, неужели реально мой Владимир Путин нравится, перестал работать, вот, а оказалось то, что, ну, из-за вот этого бага я числился в Украине, ну, понятное дело, что ВКонтакте не работал, мне пришлось примерно день на понимание, да, вот этой вот, ну, для осознания вот этой штуки, но потом я, ну, допер, я допер и переехал в Польшу, вот, в Польше вроде нормально, там тоже Владимир Путин нравится, в принципе, вот, дальше по центре. Вчера я собрался силами, потому что мне было, я вам говорил, да ебаная хуйня, блядь, игла, сука, Кощея, понимаете, вот, игла Кощея нахуй, собрался силами и написал Неркину, вот, Неркину написал, потому что, вот, все это время я боялся ему писать, потому что я, я видел его видео, я видел, как ему плохо, я подумал, блядь, ну, что-то буду ему вот это нагнетать, напоминать всю эту хуйню, нахуй оно надо, вот, и все такое, короче, написал Неркину, я не знаю, где-то час, Просто с ним болтали, именно по переписке. Ну, как вы понимаете, то же самое. Ну, я просто всем на всякий случай задаю этот вопрос. Типа, я к Скрыннику приходил на стрим и говорю, привет, у нас с тобой во взаимоотношениях что-то поменялось. Вот, Скрынник говорит, да нет, с чего бы, блядь. У Неркина тоже я первый вопрос спрашиваю, говорю, ну, между нами всё нормально. Вот, он говорит, у нас ребёнок, какой, блядь. Вот, и, короче, всё вроде как бы пучеряво. Типа, единственное, что я понял, я подозревал, но дело в том, что какая-то хуйня произошла. Короче, какая-то ошибка. Сейчас будут 10 YouTube. Короче, хуйню сделали. Хуйню сделали, я вообще, ну, типа, дело в том, что если задуматься, то сразу всё понятно. Но вот эту хуйню мне не пишите, пожалуйста, по центре, потому что, ну, это опасная хуйня, вы чё. Вот, пишите там у себя где-нибудь там на заборах или ещё где-то. Короче, блядь, дело в том, что YouTube... Я это понял с самого первого момента, но не понял, насколько это масштабно. Ладно, YouTube там запретил российским блогерам выплачивать с рекламы деньги. Это окей. Но он также не показывает рекламу российским пользователям. А это знаете, что значит? То, что если ты снимаешь на русском языке контент, то ты также потерял 70% дохода. Вот, и мне Неркин на это пожаловался. То есть, по сути, вот это вот запрещение, вот это денежное от YouTube, оно было в поддержку Украины. А в итоге украинские блогеры пососали практически точно так же, как и русские блогеры. Типа, а что делать украинским блогерам, блядь? Я бы даже, возможно, был бы, ну, в каком-то плане, да, если б я там бы работал и поддерживал бы полностью вот эти взгляды, да. Что я не поддерживаю, потому что Владимир Путин нравится. Вот, естественно, ребята, ну как я могу, да, как я могу что-то против Путина сказать? Вот, ну, все его выборы, это, ну, ребят, вы что? Вот, короче, я бы сделал так. Да пусть всем показывается реклама, да, а выводы там блокируете кому угодно. Вот, но вы, поддерживая украинцев, лишили зарплаты украинцев. Бля, охуенная, блядь, топовая тема, реально, гениальная, нахуй, надежная, как швейцарские часы. Ну вот, вот так вот. Как швейцарские часы, которые никто теперь не будет в России носить. Вот, нормально. Я тоже твой фан, о-о-о-о-о-о-о! Шампанов здорового, привет! Привет, привет, шампанитос в стиле читтос. Поздравляю, что ютуб пока еще не блокирую, не блокирую его. Я, блядь, лично царским нахуй указом. Сейчас я оцениваю, есть ли что-то про меня на Яндекс.Дзене. О! Не, нихуя есть, ебать! Пацаны, есть! Пацан, Трэм, все мои видео перезалили! Ебать, у меня... Ааа, знаете что? Они еще перезалили с тем временем. То есть, видео считается залитым год назад. Вот, пятерка лимузин год назад, смотрите. Гля, во, лимузин, нихуя. Так, что еще там про меня? Гля, 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 нахуй. Гля, какой красавчик. Какой пончик красавчик, посмотри на это. Ай-яй-яй. Так, это по поводу... И превьюшки перезалили. И перезалили... Да, и описание роликов перезалили. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Капиао, пацан, Трэм, все. Капиао! Ну, на всякий случай можете подписываться. Но YouTube пока не блокируют. Но на всякий случай, если что, то же самое. Фуга ТВ можете искать. А ну-ка, Дзен Студия. Сейчас канал Пятерка посмотрим. Ага, на канале Пятерка ноль подписчиков. Но тоже перезалили видео, да! Капиао, глянь! Все, пацан, Трэм, можете смотреть. Канал Пятерка. Если нравится, подпишитесь. Конечно, я сам на себя хочу подписаться. Ё-моё, бля. Капиао! Капиао, все видео. Все перезалили. Капиао. Угу. Подписывайтесь. Ничего себе, ну, получается, им день потребовался. Я теперь могу советовать их, в принципе. Если вы какой-то ютабер, то... Ну, мне уже написал ShadowPrestog. В плане того, что он тоже хочет перезалить на всякий случай свои видео. Если вы какой-то ютабер, я теперь могу советовать, кому писать. Вот. И еще мне этот чел написал, знаете что? То, что он может помочь со страйками, если вдруг какие-то страйки будут приходить. Он говорит, я буду помогать и все такое. То есть у меня как будто прям сразу личный менеджер появился. Вот. Если... Короче, если вам интересно, если вы там на Яндекс.Зене любите сидеть, то, пожалуйста, подписывайтесь теперь туда. Туда мои видео, видимо, будут перезаливаться. Вот. Приятно. Просто приятно, что есть какие-то пути отхода. Видосы от Кирилла Баранова Live, ну, видимо, уйдут в небытие. Тем более, блядь, я подумал то, что в Инстаграм будет тяжело заходить. Да, видимо, на Ютуб тоже будет не тяжело заходить. У меня прям в браузере Владимир Путин нравится, стоит тоже. Я просто одну кнопочку нажимаю в браузере, и у меня запускается ссылку дать. Так, да нахуй она тебе нужна, если, по сути, мы на Ютубе еще пока не на заблокированном сидим. И, типа, все заебумбекс.